Дамы и господа, добро пожаловать на, не побоюсь этого слова, поединок века. Не на жизнь, а на смерть бьются достоинства и недостатки травы. В левом углу ринга достоинства, расслабление, эйфория, такое количество гениальных идей. Повышенная речевая активность или следует мне назвать ее болтливостью? О, неконтролируемая пищевая мотивация, ам-ам-ам-ам-ам, обжорство? Да-да-да, прийти с работы, забить косячок, расслабиться. И в правом углу ринга, потеря памяти. А как же это происходит? Видишь ли, в чем дело, канабиоиды находятся в нашем головном и спинном мозге, и при частом употреблении травы мы начинаем буквально терять нашу память. Ты, наверное, часто слышал такое выражение, мозги от травы высыхают, тупеешь. Увы, это правда, здесь нет никакого преувеличения. Также здесь наблюдается резкое снижение физической активности. Это когда мы любим полежать на диванчике, ага. При длительном употреблении травы же и вовсе потеря какой-либо мотивации в жизни. Вдруг ни с того ни с сего эта прекрасная жизнь становится унылой, скучной и неинтересной. Так кто же победит в этом бою? На кого бы ты сделал свою ставку?